Сейчас будет импровизация, окончательно опозоривающая меня, разрушая свою личность, селф-харм своей социальной личности. Импровизация. Солнце светит мне в лицо. Я иду сейчас домой, я один иду домой, как обычно. И летом, и зимой я иду один домой. Детство прошло, друзья исчезли. Что ты хочешь от меня? Утром я выпил два кофе растворимых. В кармане полны фото, сломанные для того, чтобы скинуть мои бездарные рисунки и песни, и видео о жизни бездарной моей. Потому что скоро спрыгну с крыши, я нашел свою любовь. Это крыша и бездну. что виднеется с нее, сперху с нее. Никого не призываю, я делаю селф-харм, делаю селф-харм, в том числе своей личности и социальный селф-харм. Чтобы полностью убить себя, но я никого не призываю. Никого живите радостно. Смейтесь надо мной, смейтесь надо мной, смейся надо мной. Будь в толпе смеющейся над Винсентом. Будь в толпе смеющейся над Ван Гогом он открывает окно, а там толпа смеется над ним, пальцем тыкает в него. Ты среди них, ты среди них, имеешь три высших образования, считаешь себя культурной девушкой. Ты среди толпы издеваешься надо мной, ты среди толпы посмейся надо мной и забудь. Девушка из Красноярска, ты гордишься своей аристократичностью, ты гордишься своей не такой. Среди толпы смеешься над Винсентом. В девятнадцатом, двадцатом веке и в двадцать первом веке ты такая же, как все. Ты среди толпы, ты смеешься надо мной, я лишь тень, всего лишь жалким ничтожества. Два ксанокса немецких по рецепту остались у меня. Я мечтаю. Я мечтаю, я мечтаю играть в Мидест и Мон, то, что никто из вас так не любит. За окном птицы издают свои звуки в глазах моих пятна. Пятна солнца бесконечно растут, с каждым годом это не изменить. Не будем об этом, я рисую все равно, как могу, но депрессия сметает меня. Я психопат. Но Жак Фреско сказал, что нету психопатов, есть лишь одинокие люди. Кин-Кинкл, почему ты это сделал? Кто-то тебя угнетал. Нет, ответил он просто со мной, никто вообще не говорил. Кин-Кинкл, на пожизненное в тюрьме, в одиночной камере. Сочувствую ли я тебе, сочувствуешь ли ты мне? Детка, вчера я подошел к одной россиянке, И попытался познакомиться ненавязчиво. Я сказал, что я художник, мне так одиноко, можно просто поговорить с тобой. Она, слегка улыбнувшись, покачала головой, Не сказав мне ни слова, я ушел молча. Через десять лет я буду полностью слепой, Буду играть на гитаре, на улице под дождем, Ждать милостыню, бросай меня и беги вперед, Ставь меня, я никто. Моя мама видит, что я остался мертвым, Продолжаю как тень, Она ничего не может поделать, Я мертвый для этой системы, Ты, а ты молодец, беги вперед. Становись ментом, становись ментом, Становись ментом, становись ментом, Самая престижная в России профессия. И просто после смерти Воздастся ли тебе все то зло, что ты сделаешь, Когда ты умрешь от старости в своей богатой пенсии, Воздастся ли тебе в аду за все? Я просто один, я так один, Я не знаю, Не больше друзья, не больше девчонок, Не больше девчонок, Не больше девчонок, Не общая общая, Не Caissa с ним, Я снимаю самостоятельно, Я люблю самостоятельно, Я депрессивный, я депрессивный Нет денег для антидепрессии Нет денег для нейролептики Мои родители любят эту психиатрическую пилу Думать Я плачу Да Иногда я плачу Ты прав Ты любишь меня Ты не любишь меня Ты любишь меня Ты любишь меня А что это за звук был? Cry alone, cry alone, cry alone, and you lounge, 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 lounge. Что это за звук сейчас было? Субтитры создавал DimaTorzok Я склонился над крышей четвёртого этажа Вижу, как вы идёте друг с другом Вы не заметите меня, как я упаду Вы забудете меня и не вспомните никогда Я помню тебя, Антон Ва... Я помню тебя, Денис Ва... Я помню тебя, Денис Ва... Ты хороший человек Я помню тебя, Денис Ва... Я помню тебя, Денис Ва... Я помню тебя, Натон Ва... Я помню тебя... Я помню тебя... Я помню тебя... Домой я сейчас приду Надеюсь, я не столкнусь ни с кем Со злыми людьми не столкнусь С ментами или с копарями Коих здесь полно в провинции моей Просто так они отнимут Просто так они забьют И унизят И им не будет ничего Никогда Правительство на другой планете Оно строит это давно Постепенно Все под контролем Посмотри на небо Там они будут жить Со своим элитой Со своими детьми И потомством Посмотри на мир Немножко под другим Взглядом Все не так просто Сейчас я приду домой И я буду просто Выкладывать свои видосы Чтоб вы видели мою Жалкую жизнь Как мама на меня орёт Какой я ничтожный Как я зависим Как все деньги уходят На этот фотоаппарат Как я ничтожен Вы посмотрите Один человек Из миллиардов Людей, живущих на земле На то, как я рисую пейзаж Пять секунд Он посмотрит И закроет Поставит Дизлайк Напиши В комментарии Что я никто Напиши И скажи мне в лицо Я лишь Грустно Мимо пройду Я лишь Грустно иду Я обхожу стороной Как могу Всех Кого вижу Ну Таблиц Сейчас я зачитаю тебе Письмо Письмо Одной Моей Подписчице Которая любит девушек Но это не важно Кого она любит Добрая Анастасия Анастасия Каратаева Артасия Пишет Я parole Назадину út Как Europay то Ск JAM Я просто сорняк, Анастасия Каратаева пишет, по-моему, флуаксетин можно купить без рецептов врача. Они вроде бы стоят до ста рублей за одну пачку, за одну пачку, за одну пачку. Мне на самом деле очень жаль, пишет она, я бы с ума сошла, Если бы мне родители не оказывали поддержку, твои родители, наверное, не понимают, Как тяжело жить с психическими расстройствами. Ты мне троеточие, здесь дальше не видно. Спасибо за сообщение, Анастасия, люби девушек, я только за это. Флуаксетин невозможно купить без рецепта, его даже не продают в аптеках. В моем городе и в Красноярске сложно найти его, Тем более нужен рецепт на все, на все, на все. Ты живешь в более западной части страны. Твоя мама или отец дает тебе тысячу, Ты раза в неделю на врача, а мне... Я корчусь от боли, когда на меня кричит мама или бабушка. Я корчусь от боли, от безответной любви. Три года. И они говорят, это ломка из-за отсутствия таблеток. Они ненавидят таблетки, но сами их пьют. И смотрят Путина новости. Они добрые. Просто они Не доверяют Современной Медицине. Они добрые люди. Они такие же, как все, как все в моем городе. Как все врачи, кроме одного, в Красноярске Относятся ко многим лекарствам, как к яду. А к болезням, как к... Как в армии относились к болезням, когда мой отец служил. Хочешь, расскажу? Кратенько. Заходит солдат К медику И говорит, что у него болит голова И знаешь... И знаешь... Знаешь, что медик делает на это Он просто бьет Под дых солдата И спрашивает Но как еще болит голова И знаешь, что дальше Если болит голова до сих пор То медик снова сильнее бьет под дых И задает тот же вопрос Болит голова или нога Или хоть что Нет, не болит После третьего удара под дых Такая медицина в нашей стране Смирись Все Вы поняли, какой я бездарный И ничтожный Это все было импровизацией Я сочинение сделал Ниоткуда не копировал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!